По данным Министерства образования России, в Чувашии в пять раз уменьшилось количество детей, воспитывающихся в детских домах. Подавляющее большинство сирот или ребят, оставшихся без повечения родителей, живут в семьях, у родственников или в приемных. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Николаевых из Красноармейского района, где воспитываются двое приемных детей. Таня – мамина радость, Анатолий – помощник папы. Десять лет брат с сестрой живут в семье Николаевых. В этой деревне уже никто не вспоминает, что дети приемные. Здесь картина большая, алмазная мозаика, три лошади. Это мечта нашей Тани. Хочет она всегда лошадей, рисует лошадей, смотрит за лошадьми где-то, если увидит. За десять лет, рассказывают Николаевы, бывало всякое, но любую проблему пытались решить совместно, на своем примере показывая, что хорошо и что плохо. С первых дней они нас приняли как маму и папу родную. С первых дней мама, папа, только оно у нас в доме звучит – мама, папа, мама, папа. И мы привыкли. Теперь мы не разделяем от своих детей и приемных детей. Они так же, как и свои дети. Такие же для нас они хорошие, для нас они здоровые, для нас любимые. Первый раз их домой привезли, маленькие были, какие-то дикие дети были, непослушные. Время лечит. Со временем стали совсем родными. Зато сейчас успехами Тани семья гордится. Как говорят, спортсменка, активистка и просто красавица. Я занимаюсь алмазной мозаикой, но кроме того, люблю спорт. Легкая атлетика, вольная борьба, лыжные гонки и теннис. И для меня самая ценная медаль – это третье место по вольной борьбе. Анатолию недавно исполнилось 17 лет. В этом году он заканчивает школу. Мечтает получить профессию механика и вернуться в родную деревню, чтобы помогать отцу на ферме. Николаевам не очень важно, станут их дети великими учеными или спортсменами. Главное, чтобы они стали настоящими людьми, честными и трудолюбивыми. Так и воспитывают.